друзья всем привет добро пожаловать на мой канал как вы уже догадались из названия в этом видео мы с вами приготовим чуррос традиционную испанскую выпечку но прежде чем приступить к рецепту мне бы хотелось немного рассказать об этой сладости и истории традиции употребления а также о том как не надо делать чуррос далее вы поймете что я имею в виду и так чуррос это сладкая обжаренная выпечка из заварного теста традиционно в испании ее подают или на завтрак или на полдник также чуррос является типичным угощением на различных ярмарках фестивалях а многие испанцы любят полакомиться им 1 января встречая таким образом наступивший год самое примечательное то то что несмотря на такую разную испанию и ее самобытные регионы которых обязательно имеются собственные рецепты выпечки будь это энсаймада на майорке соба у паси его в кантабрии или тарта де сантьяго в галисии в этой стране не найдется уголка где бы не готовили чуррос от севера до юга полуострова чурерии кафе или киоски специализирующиеся на приготовлении чурроса можно найти фактически в любом испанском городе кстати вот на данный момент я показываю вам кадры самой старинной чурерии в мадриде она называется сам хинес и существуют в городе с 1894 года она является самой старейшей и здесь подают действительно очень вкусный чуррос поэтому если вы будете в мадриде обязательный пунктик попробовать чуррос в этой чоколатырии сан хинес в общем то в центре все чоколатырии очень старые например есть 1900 год 1902 то есть они все уже достаточно большой истории и в них никогда не бывает свободного места то есть всегда переполнены и туристами и сами мадридцами и испанцами приезжающими в мадрид и это даже своеобразная скажем традиция до сходить в чурерию и попробовать чуррос с горячим шоколадом и в этом кафе кстати готовят более 4000 чурросов в день особенностью чурроса является то что в сечении он имеет вид звезды другими словами при его приготовлении используется насадка звездочка обычно готовят тонкие чуррос они как правило представляют собой прямые палочки иногда могут быть согнуты в подкову или в виде петли разновидностью чуррос также являются поррос что в переводе означает дубинка или булава они более толстые и длинные по внешнему виду но по вкусу очень похожи на чуррос что же касается подачи чуррос у испанцев принято макать его в чашку с густым горячим шоколадом здесь это всегда желанное и одно из самых любимых лакомств я уже говорила что обожаю испанскую кухню за ее простоту как в ней умело сочетаются простые ингредиенты а на выходе получается вкуснейшее блюдо с оригинальным рецептом чуррос все обстоит аналогично это всего лишь смесь муки и воды в одинаковых пропорциях с добавлением соли все после обжаривания чуррос посыпают сахаром или сахарной пудрой и можно наслаждаться смотрите чтобы не быть голословной вот у меня есть такая старая книжечка испанская с рецептами не и подарила моя свекровь любимая и я ей периодически с удовольствием пользуюсь так вот здесь давайте посмотрим здесь есть рецепт чуррос вот смотрите да чуррос и здесь есть всего три ингредиента мука вода и соль ну и масло чтобы жарить все больше ничего ну и потом в конце обсыпаются чуррос с сахаром то есть содержит всего три ингредиента но если вы хотите приготовить чуррос дома а испанцы мало кто решается на это не потому что они вообще в принципе не особые любители готовить дома есть еще одна загвоздка о которой я обязательно хочу упомянуть дело в том что для приготовления чуррос используется специальный аппарат называется чурера для приготовления дома он имеет более маленькие размеры естественно в чужериях используются чурерос более большого размера в чем здесь фишка я пыталась приготовить дома рецепт настоящих аутентичных чуррос в составе которых есть только мука вода и соль но не раз я встречала предупреждение о том что нужно готовить чуррос дома только при помощи чуреры так вы можете избежать неприятной ситуации все дело в том что чуррос могут взрываться что в общем то со мной и произошло и все масло из сковороды заляпала абсолютно все кухню это было ужасно весь вечер пришлось отмывать кухню вместо того чтобы записывать вам рецепт как этого избежать готовить чуррос с добавлением сливочного масла и яиц наподобие заварного теста которое мы готовим для приготовления эклеров и профит роли конечно испанские кондитеры заверяют что чуррос который готовится с добавлением сливочного масла и яиц это уже не чуррос возможно они и правы это действительно не оригинальный рецепт но если мы хотим полакомиться этой вкусной выпечкой дома то приходится добавлять эти ингредиенты дабы избежать неприятной ситуации и не отмывать потом всю ночь кухню поэтому убедившись на своем опыте проверив оригинальный рецепт и поняв что он действительно не работает в домашних условиях если у вас нет чуреры я вам предлагаю этот классный рецепт чуррос который любой при наличии кондитерского мешка может приготовить у себя дома как я уже сказала испанцы любят кушать чуррос макая их горячий шоколад поэтому вначале давайте приготовим с вами горячий шоколад потому что на его приготовление необходимо где-то минут десять чуррос я рекомендую вам подавать сразу с пылу с жару чтобы он не успевал остыть и так на одну порцию горячего шоколада нам понадобится 250 миллилитров молока 50 грамм сахара 25 грамм чистого какао и 10 грамм кукурузного крахмала здесь все очень просто сперва в молоке растворяем кукурузный крахмал после этого выливаем в кастрюльку желательно с толстым дном молоко с крахмалом добавляем какао и сахар и венчиком начинаем все это активно перемешивать чтобы добиться однородной массы я готовила порцию на трех человек но внизу под видео в описании я пропишу рецепт на одного человек огонь должен быть средним и вот так вот активно нужно постоянно перемешивать чтобы горячий шоколад ни в коем случае не подгорел на это уходит около 7-10 минут ну и вот такой вот соус у нас получается на выходе он очень густой благодаря домовлению крахмала таким он и должен быть таким его и подают здесь в кафетериях и чурериях я его из кастрюльки переливаю в другую емкость накрываю чтобы он оставался еще горячим и не заветривался и теперь приступаем к приготовлению чуррос и так что нам понадобится нам понадобится 150 грамм муки 240 миллилитров воды пол чайной ложки соли 90 грамм сливочного масла и 3 яйца рецепт совершенно несложный в кастрюльку добавляем воду соль и сливочное масло и всю эту смесь доводим до кипения дожидаемся когда масло растворится как только масло растворилась и смесь закипела добавляем одним сразу движением всю муку и начинаем активно заваривать тесто вначале смесь будет такая неоднородная но нужно продолжать перемешивать и перемешивать и в конце концов у нас получится однородная масса на стенках кастрюли образуются характерный налет это нормально и это будет свидетельствовать о том что в общем то тесто у нас готово и она заварилась можно убирать с плиты убрав кастрюльку с огня я еще раз немножко тесто перемешиваю чтобы выпустить пар поскольку нам нужно сейчас будет добавлять в него яйца и если тесто будет слишком горячим яйца могут свернуться и далее по очереди отправляем 3 яйца добавляем первое яйцо и начинаем его вмешивать в тесто в начале она будет вмешиваться плохо но нужно просто перемешивать не останавливаться и вскоре она абсолютно полностью вмешается и тесто приобретет однородную структуру и тогда уже можно добавлять следующее яйцо и так добавляем все три яйца таким образом на выходе у нас получится достаточно густое заварное однородное тесто перекладываем тесто в кондитерский мешок с насадкой звездочка чтобы добиться похожего рисунка как у оригинальных чуррос сотейники с толстым дном разогреваем растительное масло и опускаю деревянную палочку чтобы проверить достаточно ли она разогрета если вокруг палочки собираются пузырьки масла значит она достаточно разогрета и можно выпекать чуррос из кондитерского мешка я выдавлю вот такие порционные полоски и при помощи ножниц отрезаю делаю я где-то примерно по 5-6 штук за раз чтобы чуррос равномерно прожаривались периодически переворачиваем чуррос чтобы они равномерно прожаривались следим чтобы не подгорали и когда они уже готовы я выкладываю их на блюдо предварительно застеленная бумажными полотенцами чтобы впитался лишний жир жду буквально пару минут и сразу же обваливаю пока еще горячий чуррос в сахаре и таким образом поступаю со всей порции также сделала несколько чуррос в виде петель для этого я бумагу для выпечки разрезала на такие небольшие прямоугольники на них выдавила петельки и опускала в кипящее масло прямо вместе с бумагой потом естественно эту бумагу я убирала ну здесь петелька превратилась в бантик тоже ничего страшного вообще не обязательно чтобы чуррос были идеально ровными или имели какую-то определенную форму на вкусе поверьте это ну никак не отразится из этой порции получается где-то 20-25 чуррос как раз идеальная порция для трех человек еще раз вот покажу поближе как я выдавливаю чуррос до сих пор неизвестно откуда произошел чуррос кто-то говорит что по этому рецепту пекли оладья еще в древнем риме кто-то утверждает что эта идея восходит к арабам что вполне вероятно тоже как бы то что ни было рецепт прижился и полюбился и не только испанцам но и многим приезжающим в испанию туристам ну и поскольку февраль это месяц любви и дружбы последний чуррос я решила сделать в форме сердца не знаю по итогу получилось оно похоже на сердце или нет ну самое главное что оно было очень вкусным ну и вот такой результат у меня получился горячие вкусные сладкие чуррос обмакиваешь в горячий шоколад и наслаждаешься это действительно невероятно вкусно да конечно это не полезно но как говорится это ведь не ежедневный рацион иногда себя можно побаловать обычно чуррос подаются порционно по 6 или 12 штук но вот в чуререи в которой мы были накануне там минимальная порция составляет 8 чуррос ну вот такие чуррос у меня получились надеюсь вам понравился рецепт если вы ни разу не пробовали чуррос я вам очень рекомендую это действительно очень вкусное лакомство побаловать себя порадовать своих родных и близких это прекрасно благодарю вас за то что провели это время вместе со мной я желаю вам всего самого доброго самого вкусного а мы увидимся с вами совсем скоро до новых встреч